Екатерина Ивановна Антипова узник концлагеря. Родом она из Великого Новгорода. Когда началась война, ей было всего три с половиной года. За свою жизнь женщина повидала многое, но никакие впечатления не сотрут из памяти те страшные военные годы. Пешком мы шли. Я помню, бабушка, она несла крова и хлеба и иконы. И, может быть, из-за этих икон, как говорят, внушение было. И мы остались живы, потому что у нас было у мамы трое детей. Бывало, у мамы спросишь, мама, помнишь что-то это? Она все время говорила, Кать, забудь и никогда не вспоминай. Екатерина Ивановна вспоминает, что концлагерь, в который она попала, находился в Псковской области. Заключенным до него приходилось идти долго и мучительно. Я не могу к ним до сих пор равнодушно. Я даже не знаю, почему. Многие вспоминают такие положительные эмоции у них, это самое хорошее вспоминают. А наше детство прошло очень трудное. Женщина рассказывает, что после освобождения, вернувшись домой, она и другие узники получили клейму предатели. И в страхе за свои жизни, жизни близких, они меняли фамилии, всячески пытались скрыть пережитые. До недавнего времени информация о судьбах заключенных после освобождения не афишировалась и замалчивалась. Когда уже блокаду с Ленинграда сняли, мы были в Псковской области и мы вернулись домой. Дома, деревни не было, все дома были сожжены. Один только этот сам. Я говорю, в школу я пошла, мне было почти 9 лет, потому что учиться было негде. И вот такая обстановка была, а мы были еще, назывались враги народа, потому что мы были у немцев. И только в 1995 году, когда победа праздновала юбилейную дату 50 лет, узников концлагерей официально признали невиновными. Сегодня Екатерине Ивановне, 80 и она до сих пор помнит те страшные времена, которые ей пришлось пережить.